Детский сад «Ласточка» Детский сад «Ласточка» По словам директора детских садов Ниноцминского муниципалитета Нариной Геносян, делается все возможное, чтобы до 2020 года привести детские садики хотя бы к первичным элементарным стандартам. Я хочу сказать, что вот в Ниноцминде и даже в некоторых селах все-таки ситуации очень хорошие. В плане, например, гигиены и положения зданий подключен весь Ниноцминский коллектив, совместно планы составляем. И как раз новое воспитание в образовательной сфере заключается в том, что дети сами должны выбирать. Не мы должны выбирать, что они хотят. А дети сами нам должны давать направление, что хотят, какую музыку хотят, чем хотят заниматься. А мы должны как-то только корректировать, перенаправлять их в программу. Задача муниципалитета – расширить дошкольное образование, которое должно соответствовать требованиям закона, отметила начальник отдела образования, культуры и памятников Ниноцминского муниципалитета Лаура Варжапетян. Я думаю, пока что у нас авторизация не намечается, потому что если мы возьмемся за это дело, мы должны будем их все закрыть. Самым таким актуальным и самым пока что неразрешенным для нас, для нашего муниципалитета вопроса, является организация питания детских дошкольных учреждений. На это требуется очень много средств. Финансы нашего муниципалитета пока что не позволяют заняться этим вопросом вплотную. Но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки, ничего не делать. Мы стремимся к этому. Это стратегическая задача. С 2018 года ОБСЕ совместно с Министерством образования начинает пилотный проект – обучение государственного языка в региональных негрузиноязычных детских садах. В данный проект попал и в детский сад города Ниноцминда-Ласточка. По данной программе в течение двух лет будут разработаны методы обучения грузинского языка, будет подготовка педагогов, будут организованы тренинги для менеджеров детских садов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова